Вчера вечером около 19 часов в подъезде дома номер 36 по улице 1-й ударной армии прогремел выстрел. Был убит заслуженный архитектор России, главный архитектор Сергиево-Пасадского района Виктор Данилович Журавлев. По предварительным данным, убийца дожидался его в подъезде, и когда Виктор Журавлев зашел, выстрелил ему в затылок. По словам соседей, примерно через 30 минут после убийства приехала милиция. На месте преступления была обнаружена гильза калибра 9 мм. В данный момент ведется следствие. В тот день я помню хорошо, хоть я был маленький, мне тогда было 8 лет. Помню, как вечером в дверь позвонили, из-за двери сказали, что это полиция, милиция тогда еще. И мама пошла открывать и попросила нас с сестрой уйти в комнату, закрыть дверь. Мы с сестрой закрыли дверь, но все равно слушали через нее, что происходит, и тогда узнали, что нашего отца не стало. Мы слышали, как мама заплакала, как она тяжело восприняла эту новость. И помню, что в тот вечер нам никто ничего не сказал, что мы узнали только на следующий день официально от мамы, от бабушки, то, что произошло такое горе. Вы были вдвоем с сестрой в тот момент, да? Да. А вам сколько было лет? Мне было 8 лет, был в третьем классе тогда. Сестра чуть постарше, ей 12 лет было. Когда вы почувствовали вот этот дефицит отца, вот этот вот, может быть, ужас ситуации, насколько это можно было вот как ребенку на тот момент ощутить? На самом деле, как таковой горечь утрат и какие-то внутренние терзания, скорбь я явно как-то не ощущал. Да, действительно, я был тогда маленький, я, наверное, не очень понимал, что произошло. Мне объясняла мама то, что, ну, как будто бы отец, он уехал далеко и просто его долго не будет с нами. Наверное, меня это как-то успокоило. Но так или иначе, я впоследствии ощущал внутри пустоту и, ну, наверное, не сознательно, но подсознательно я чувствовал потерю, чувствовал недостаток в отце, в каком-то отцовском опыте, что ли. Несмотря на то, что отец много работал, постоянно был то в администрации на работе, то работал дома, за Пульманом, он довольно много времени уделял мне, сестре и другим своим детям, моим сестрам и братьям. В общем, я помню, когда он возил меня по городу, помню, как он готовил меня к утреннику в школе. И, ну, у него было много увлечений, в том числе электротехника. И он сделал мне костюм такого клоуна. Мама шляпу сделала на бутафор по образованию. И отец провел как-то в мой костюм лампочки и приладил аккумулятор. И у меня был такой шикарный костюм. Могли включать в какой-то момент, и все светилось. И я был в восторге от этого. Конечно, помню, как мы играли с отцом в шахматы. И, конечно, он меня все время выигрывал. Но так или иначе, он научил меня оставить детский мат. И впоследствии сестру и маму я уже обыгрывал. Николай, но ведь мамы тоже очень быстро не стало. Она, я так понимаю, не смогла пережить это горе. Сколько вы прожили в составе мамы, и вы вдвоем с сестрой в этом составе? В таком узком семейном. Мама не стала через 6 лет после того, как не стала папой. Конечно, в первую очередь на нее подействовала именно горечь утраты. Она очень сильно переживала. Ей нужно было искать работу и зарабатывать деньги, чтобы как-то обеспечивать меня и сестру. Чтобы мы не чувствовали какого-то лишения. И, конечно же, на нее сильнейшим ударом было то, что ее сделали обвиняемой по делу в смерти отца. И она ходила на допросы. И это длилось бесконечно. Такое было ощущение. Она много плакала тогда. И, опять же, какие-то дела, связанные с разделом наследства, так сказать. И родственников было очень много. И все претендовали на все, так сказать. В общем, было очень сложно ей. И в какой-то момент у нее не выдержало сердце. Ее не стало. 6 лет. То есть вам было на тот момент 14 лет уже, я так понимаю, да? Ну, мне исполнилось через месяц 14-13 лет было. И самое главное, конечно, что мама успела сделать, это пристроило меня в Сергеев-Пасадскую гимназию. И, наверное, это было какое-то решающее для меня событие. То есть вы себя не чувствовали настолько одиноким, да? Благодаря гимназии, получается так? У меня с раннего детства было много друзей. И все меня поддерживали в гимназии. Стало друзей еще больше. Мы постоянно общались. И постоянно время вместе проводили. За довольно короткий срок мы пережили довольно много утрат. И дядя ушел от нас, и одна бабушка, вторая бабушка, и дедушка. И все на моей памяти. Мы ездили на кладбище. Да, действительно, вот после смерти мамы опеку за меня взяла моя бабушка по маминой линии. Но опека продолжалась не очень долго, около трех лет, наверное. Потом у нее, к сожалению, случился инсульт. Опеку после этого за меня взяла моя сестра. И год вот она была моим опекуном. Но потом вы стали совершеннолетним, и ваша жизнь стала совсем самостоятельной. Да. Нравится звукорежиссура, музыка. Вот это вот все-таки. Ну, еще, наверное, потому что родители меня отдали не в художественную школу, а в архитектуре. Важно именно умение рисовать хорошо. А отдали в музыкальную школу. Я ходил к педагогу частному по музыке. И, наверное, поэтому пошел в звукорежиссуру. Потому что у меня был уже какой-то опыт, представление. Николай, вы рассказывали, что когда вы стали студентом, приблизительно в это время у вас пришло, возник внутри вопрос. Кто был отец? Чем он жил? Его какие-то привычки? Его какие-то черты характера? Кто вы в этот момент, вот сейчас, вот в тот момент, когда вы студент? Как вы вписываетесь в эту жизнь? И все эти вопросы, присущие молодому возрасту, они тогда перед вами вставали. И именно тогда, как вы рассказывали, может быть, чуть позже, вы отправились, если я не ошибаюсь, в Следственный комитет или в прокуратуру, взяли уголовное дело и смогли прочесть. Что вы нашли там, что вы для себя отметили? Что из себя представляет это уголовное дело? Это несколько томов, наверное. Я прочитал множество показаний его друзей, его коллег. И из этих показаний, конечно, я большую часть информации об отца почерпнул. Впоследствии уже я стал еще больше углубляться в дело, начал искать, кто его вел, следователя, прокурора. Узнал, что некоторые из них замешаны в коррупции, впоследствии были. Узнал, что некоторые показания были сфабрикованы совершенно недавно. Я лично понимаю, что некоторые моменты были... Некоторые следственные процедуры недостаточно глубоко были проведены. То есть для меня это дело такое очень шаткое и неудивительно, что не нашли убийцу. Было ощущение, что как будто не хотели найти. Не знаю. Может быть, это, конечно, мое субъективное мнение, но, возможно, это недалеко от истины. Вы знаете, на одном из интервью вы мне сказали, мне просто поразило это высказывание, вы сказали о том, что 90-е годы это не только время таких каких-то разборок бандитских, какой-то неустроенности общей, а еще время было такое прекрасное и светлое. И меня тогда это поразило, потому что все-таки вы человек, который ребенком натерпелся много, чего пережил и натерпелся, и у вас не осталось какой-то озлобленности, не осталось чувства, я не знаю, ну, наверное, озлобленности, остановимся на этом. И вы как-то по-светлому все равно об этом, обо всем рассуждаете. Почему? Так или иначе, я не связываю вот это убийство именно со временем 90-х. На самом деле, разгул криминала начался в нулевых годах. По многим направлениям было больше преступлений именно в нулевых. А в 90-х я был маленький, и родители смогли обеспечить мне счастливое детство. Я помню, у нас было то, что нет сейчас у детей. Мы гуляли целыми днями с утра до ночи во дворе с друзьями, играли в футбол, придумывали какие-то другие игры, в слежку играли, тайники какие-то делали. Это было очень светлое время, и мне приятно вспоминать. Конечно, я не был погружен в какие-то проблемы взрослых тогда. И, наверное, если бы я тогда был взрослым, я бы по-другому смотрел и с осторожностью такие высказывания давал. Но, будучи вот таким человеком, будучи ребенком в 90-х, мне нравится в то время. Ну и, конечно же, как смотреть на монету? У всего есть две стороны. И да, действительно, там был Дудаев, были какие-то террористы, были разборки ОПГ, ОПГ, был крах экономики и обман жителей нашей страны, была разруха, прямо скажем. Но в то же время было ощущение вот чего-то нового. Люди хотели изменить тоталитарный тот строй, который из себя изжил чем-то, ну, по разным причинам. Люди хотели на фундаменте, на хорошем опыте советской России построить новую Россию для людей, комфортную, красивую, честную. И было запал. Люди работали, в том числе и в нашем городе. И отец, это мой отец, явное подтверждение этому. Ведь, несмотря ни на что, он продвигал свои проекты, он старался привнести красоту, старался облагородить наш город, старался своими зданиями как-то привлечь туристов. Вас все устраивает в нынешней жизни? Вам сложно или что-то вас, скажем так, очень даже выбивает, напрягает, создает какие-то трудности? На самом деле я в настоящий момент уже на протяжении довольно долгого времени ощущаю гармонию внутри себя и вокруг. И у меня нет каких-то больших сложностей. Всегда есть какие-то испытания, которые необходимо каждый день преодолевать. Всегда ответственность, она налагает тебе какие-то обязательства. И быть ответственным сложно, конечно. Но в целом, мне нравится моя работа, мне нравится моя семья. Вот просто я к чему задала этот вопрос? Просто есть молодые люди, которые говорят, значит, общество не устроено, все как-то у нас, вот работы мало, выбора мало, заработок невелик, мягко говоря. Ну, в общем, находят какие-то сложности, трудности. Некоторые не торопятся завести семью, потому что считают, что вот сложно семью как-то содержать, там, не знаю, рожать детей, давать им образование. Вот в вас это все обстоятельства. Согласны вы с этим или нет? И пугает ли вас? Да, это многие так думают. И на самом деле, в какой-то момент я тоже так считал, что нужно чего-то там добиться, выйти в люди, но по факту это довольно абстрактные вещи. Все время будет казаться, что чего-то не хватает, всегда будет хотеться большего. И я посчитал, что в данный момент времени, в принципе, обладаю ресурсами, чтобы обеспечить семью. Да, конечно, и мне хочется большего. И, конечно, при появлении детей всегда нужно больше работать и трудиться. Наверное, личное счастье зависит от нас самих в первую очередь. Но, конечно, во многом, и я сам замечаю, что вокруг много неустроенностей. И действительно, там, после института у многих, наверное, у большинства моих знакомых, друзей, возникали вопросы, что дальше, куда идти. И кто-то устраивался с трудом. И я лично не сразу как-то нашел работу по специальности. Вплоть до того, что мне приходилось работать на какое-то несколько месяцев на работе в универмаге. И, ну, для меня, когда я попал в те условия, тогда я в первую очередь осознал, что на самом деле жизнь – это тлен. И все вокруг способствует тому, чтобы унизить человека, чтобы как-то обмануть, нажиться на человеке. И это, конечно, длилось до тех пор, пока я не перестал там работать и уже начал искать какие-то заказы по специальности. Но по факту, если у тебя нет каких-то знакомств, друзей, каких-то навыков, тебе очень сложно жить. И вообще нужно жить, чтобы бороться, а не бороться, чтобы выжить. И это основное. И если вспомнить там моего отца, например, то в какое время, в 90-е, вот я появился на свет, а это время еще более неустроенное было, чем сейчас. И так или иначе у нас была счастливая семья. Но я считаю, конечно, все, что нам мешает раскрыться, с этим надо что-то делать. Это 100%. И я лично для себя вижу, что есть большие проблемы у государства нашего. Я лично противник капиталистического строя, который приводит не к добру чаще всего. Но вы сказали, что жить и бороться. А нет другой формулы. Почему нужно обязательно жить и бороться? Почему нельзя жить, наслаждаться жизнью? Да, возникают сложности, но жить и радоваться просто. В ладу с самим собой. Я думаю, что это немного безответственно. Потому что все мы живем в одном мире. Мир наш один. И взять там экологию, например. А, в этом смысле. Ну да, то есть возьмем экологию капиталистов, которые строят заводы, которые загрязняют среду. А нам в этом жить, в Челябинске. У меня есть много друзей из Челябинска. Там мрак. Тогда, значит, наверное, просто надо оставаться неравнодушным человеком. Вы это хотели сказать, да? И рефлексировать, и, наверное, на какие-то те ситуации, которые мешают человечеству, в принципе, человечеству нормально жить и существовать. Я думаю, что неравнодушие – это в данном случае синоним борьбы. Считаете себя в 28 лет счастливым человеком? Да, да, я считаю себя счастливым. Полностью. Конечно, какие-то, может быть, сферы, грани жизни можно еще и улучшать. Но вообще нужно развиваться каждый день, и нет пределов совершенства. Но да, я научился находить какие-то радости в мелочах. На самом деле, я помню отлично момент, когда у меня начались внутренние терзания подростковые, когда я поступил в институт. Я пришел в гимназию к своей учительнице по математике, Елене Анатольевне Блохина. И я спросил ее, Елена Анатольевна, ну как вы в школе, там каждый день ходите, учите детей, вам не хотелось никогда большего чего-то? Она говорит, ну я научилась радоваться мелочам. А я внутри плавал, ну юношеский максимализм и так далее. Я думал, как же это радоваться мелочам. Но впоследствии я научился. Я понял, что вообще жизнь как данность – это чудо, в принципе. И то, что мы живем, можем вдыхать воздух, видеть солнце, природу, любить – это дар огромный. И несмотря ни на что, стоит любить, жить. Я хотела от магазина «Книжный мир», от ТВР-24 подарить вам вот такую книгу «Карамзина. История государства российского». Ну, я думаю, это ценный экземпляр в каком смысле. Семья молодая, у вас еще впереди рождение ребенка, потом может быть еще родиться или не один. Я думаю, что всей вашей семье будет вот эта вот книга очень-очень даже полезной и кстати. Спасибо, мне очень приятно. Проект поддерживает магазин «Книжный мир».